Здесь сразу же хочется мне как бы оппонировать и сказать, Андрей Андреевич, ну вы же неправые, такие же неправые, потому что есть же политики, эти политики такие плохие, они обижают людей, выгоняют, они используют и так далее. И с этими людьми, почему тогда с ними ничего не происходит, ведь они не заботятся о людях, не думают о пенсионерах, ведут себя припоганнейшим образом, то есть главные вопросы это вопросы языка, а вопросы как будут жить там предприниматели или как будут жить пенсионеры, чем они будут платить за газ, на это никто не обращает внимания. То есть есть другие вопросы, они глобальные, важные, так в последнее время наблюдаю, как там президенты постсоветских стран, они говорят о том, что там президент России говорит, что вот Украина, главное это внешнее там влияние и так далее. А кто же будет думать о своих-то? А как же пенсионеры? А как же дороги? Ведь разве это не важно? Разве это не важно, как дети себя чувствуют в педиатрических отделениях летом без кондиционеров? Разве это не важно? Разве сейчас выживание пенсионеров не важнее прививания? Просто прививание ставится на элемент гораздо важный, чем пенсия. Но я хочу сказать, что если пенсии будут оставаться в таком же размере, то некого будет прививать в дальнейшем, потому что этим людям просто ничего не остается, как просто умереть от заболеваний и все. Ну и конечно же, тут такой вопрос, но если эти люди вот такие ведут себя как бы не изотерично, то тогда, Андрей Андреевич, почему в их жизни ничего не происходит? А я могу вам сказать, все связано вот с чем. Когда человек ворует, то он остается должным. И этот человек, этот человек, как обычно, становится должным. А что такое быть должным? Когда человек должным, это человек, который должен эмоции. Смотрите, когда человек имеет долг, то это человек, который имеет людей, которые хотят сделать этому человеку больно. Именно поэтому, если человек должен, то он нарабатывает много людей, которые в его сторону посылают долг. И тут такой вариант. Почему же тогда накопившийся долг этого человека не делает этому человеку зло? Ответ тоже есть. Первый ответ. В советское время, когда были партийные руководители, ну допустим, возьмем знаменитого, мною любимого руководителя Леонида Ильича Брежнева, не о них. Но при этом этот же человек, он был не очень, как бы, не очень добрых правил, как говорил в свое время Пушкин. Ну и, конечно, этот человек создавал вокруг себя и противодействующие элементы. И когда противодействующие элементы появлялись, это создавало долг, боли, которым был должен большому количеству людей, которые его ненавидели. И на чем это проявилось? То есть, скажите, есть ли сейчас потомки Брежнева? Я хочу вам сказать, есть Галина, есть ее дочь, это внучка уже Леонида Ильича. И, насколько я знаю, судьба этих людей плачевна. То есть, судьба этих людей достаточно плачевна. И можно сказать, что долг Леонид Ильич выплатил в своих потомках. Но наши правители нашего времени, они уже другие. Наши правители нашего времени уже эзотерики, потому что эзотерика управляет миром. И они знают, что такой долг, который они делают, необходимо выплатить. Именно поэтому они проводят обряды. Они проводят обряды эзотерические. То есть, они проводят обряды, посвящая вот этим долгам, которые они накопили, создавая обряд, выплаты этого долга определенному созданному Богу. И обряд этот, они как бы отдают долг тем людям, которым они должны, создавая боль у других людей. То есть, они уничтожают этих людей, допустим, все знают об обрядах, которые проводятся, и это очень часто встречается, допустим, в интернете, о том, как проводят обряды цари, или о том, как проводят обряды нехорошие и так далее. Ну, вот такие обряды проводятся в виде терактов, которые непонятно кто и непонятно почему проводят. И вот таким образом воин, которые не по непонятным причинам появляются, они никому не нужны, а их проводят. Таким образом происходит откуп. То есть, цари откупаются тем, что там убивают кого-то и откупаются от того зла, которое доставили другим людям. Вы поняли? Таким образом, жизнь одних происходит, как бы убиение жизни одних происходит в виде откупа для тех, кому они делали больно. Поэтому изменяются к ним отношения.